Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Карине попытались уничтожить трехтысячелетнюю клинописную надпись царя Менуа. Палата представителей США признала геноцид против армян. Иран не намерен выводить свои войска из Сирии в Зариф. Мед Турции назвал условия вывода войска Сирии. Издана книга «Тайны армянского квартала Иерусалима». Предпринимаются шаги по продвижению фильма «Вратарая». Трехтысячелетнюю урардскую клинописную надпись царя Менуа Ванского королевства в селе Язылатыш провинции Хурасан, Карин, Западной Армении попытались уничтожить. Профессор Алпаслан Джейлан отметил, что исторический памятник может быть взорван ворами и вандалами в любое время и призвал власти применять меры. Джейлан, который занимается исследованиями в этой области, посетил деревню. Ими деревня дословно переводится и означает «написано на камне» и стал свидетелем вандализма исторического памятника. По его словам, это может сделать либо казнократ, либо группа, стремящаяся уничтожить исторические следы Западной Армении. В конце клинописной надписи написано «Кто бы ни разрушил эту надпись, пусть боги проклянут его». Палата представителей Конгресса США 29 октября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию номер 296 о признании геноцита против армян. С документ, авторами которого выступили как республиканцы, так и демократы, проголосовали 405 конгрессменов против 11, трое воздержались. Это голосование, которого я ждал 19 лет, голосование, которого десятки тысяч американских армян ждали десятилетиями, заявился автор резолюции, сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса Адам Шиф. Иран не намерен выводить свои войска из Сирии до сих пор, пока в их присутствии заинтересовано сирийское правительство. Как сообщает Армен Пресс со ссылкой на interfax.ru, об этом заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф. «Иран и Россия находятся там по приглашению сирийского правительства, и мы намерены оставаться там до тех пор, пока сирийское правительство и сирийский народ хотят, чтобы мы были там», – отметил на пресс-конференции в Женеве. Он подверг критике намерения США сохранять военное присутствие в Сирии, чтобы контролировать районы, в которых расположены нефтяные месторождения. «Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов», – заявил глава МИД Турции Мевлюд Чавушоглу. «Передает РИА новости. Когда придет время, и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии. «Поскольку это территория Сирии, мы говорим о территориальной целостности данной страны», – заявил Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана. «Была издана первая книга «Тайны армянского квартала Иерусалима» архиепископом Курюном Багдасаряном, епархии армянского патриархата Иерусалима. Прочитав книгу, написанную в течение года, вы узнаете интересные и замечательные истории об армянском Иерусалиме и следах армян там. Ссылаясь на историю книги, архиепископ Курюн Багдасарян отметил, что в течение почти 17 веков армянская церковь присутствует на Святой Земле, главным образом в Иерусалиме и других важных городах, в течение которых она выполняет очень важную миссию. Книга в первую очередь касается этой миссии. На протяжении веков армянская церковь на Святой Земле создавала богатое историческое, культурное и духовное наследие, которое не было должным образом представлено общественности. Этой книгой архиепископ Курюн Багдасарян попытался обратиться к этому армянскому наследию, сделав его доступным для армянского народа и иностранцев. Книга сейчас переводится на английский и иврит. Вторую и третью часть планируется опубликовать в следующем году, в них будут опубликованы общей сложности 60 историй. Режиссер Дживан Аветисян и немецкие сопродюсеры представили фильм в рамках EWIP. На странице фильма в Фейсбуке сообщается, что были отобраны только 28 из 150 заявок из 50 стран, включая вратарая, которые привлекли внимание избирательной комиссии своим высоким качеством, уникальной художественной интерпретацией, историей и разнообразием постановок. Дживан Аветисян провел переговоры с немецкими сопродюсерами в EWIP, с участвующими дистрибьюторами, торговыми агентами и постпроизводственными компаниями, чтобы сделать копии на разных языках. EWIP – это новый способ выхода фильма вратарая по всему миру. Армянская арцахская премьера фильма вратарая состоялась в этом месяце. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акум Хаммут. Акум Хаммут Акум Хаммут Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.